МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Белынского Берули в Могилевском художественном музее, где сегодня можно увидеть подлинные работы мастера, знает Илона Иванова. Ну, вот это моя работа, она называется Кричев. Это моя родина, это мой город родной. Антон Вырва живет и работает в столице, но приезжает из Минска в родные места, чтобы писать картины. Вместе с другими молодыми художниками он принимает участие в выставке посвящений Белынскому Берули. Антон считает, что этот белорусский художник первым отразил настроение своей родины. У нас в основном такая тихая, такая грусть, поэзия. И Беруля вот это очень прочувствовал в своем творчестве. Работы на выставке очень разные. Одни подобны по стилю Набелынского, другие не похожи абсолютно. Поэтому рядом с лирическими пейзажами – фантазийная керамика, а на картинах – натюрморты, цветы, тыквы и чайники. Но все это посвящено Белынскому Бероле. То есть у него пейзажи, они такие очень релические и очень интимные, я бы сказал, потому что они такие тихие, то есть у них нет никакого особого движения. То есть они вот, да, для таких людей, которые любят гармонию, любят уединение и так далее. Менчанин Василий Пешкун пишет яркие экспрессивные работы. Но молодой художник считает, что Белынецкий и он – родичи, потому что они одинаково видят великую красоту. Энергетики природы для меня, я так думаю. Энергетики природы, от которой исходит вибрация какая-то. Вот, наверное, да, и передать это на холст. В экспозиции Могилевского художественного музея есть единственный подлинник Белынецкого. Картина «Лунная ночь» написана в 1937 году. Цикл Пушкинский, художник белорусский. Определить белорусскость этого художника какими-то словами невозможно. Это на каком-то мистическом уровне. Это какая-то генетическая уже заданность. Потому что он особенно, может быть, как никто из других художников, обостренно не воспринимал и чувствовал душу белорусской природы, которая отмечена самим небом на земле. Ухоженно-церьезных коллекционеров в Москве, обовязковые есть Белынецкий-Беруля. Стоимость работ Белынецкого достигает 60 тысяч долларов на аукционах. И это достаточно высокая цена. Но музею истории Могилёва удалось купить довольно дёшево небольшой этюд художника. Стартовая цена была 1 евро. Мы выиграли этот аукцион за невеликую абсолютно сумму. Я не буду её раскрывать. Она не понижает кошт работы этого мастыка. И у нас мы сотримались на быть вот такой этюд. Мемориальные пейзажи Белынецкого-Беруля экспонируются сейчас в Национальном художественном музее в столице. В его фондах богатое собрание работ художника. Их часть когда-то могли видеть и могилевчане. Музей Белынецкого-Беруля в областном центре открыли почти 25 лет тому назад. Но с 2013 года музей закрыт на капитальный ремонт. Обещания сделать всё максимально быстро разбились о реальности. Обозрить здание и бюст художника можно только через решётку. Под предлогом стройплощадки на территорию никого не пускают. Есть сведения, что ожидается финансирование и продолжение работ. Но такими темпами, как сейчас, потребуется ещё несколько лет, чтобы музей Белынецкого мог вновь принять посетителей. Может быть, уже 150-летие со дня художника отметят его музеи.